Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Выборы 2022. Направление независимых наблюдателей. Сегодня в общественной палате составилось открытие штаба по контролю на предстоящем голосовании. В республике участились ДТП с тяжелыми последствиями. Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Кубань пополнилась рыбой ценной породы. 23 тысячи мальков стерляди выпустил РУСГИДРА в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Дизайн костюма и дизайн среды в будущей кутюрье защитили дипломные работы в ОСКГРТА. Сегодня в общественной палате республики составилось открытие штаба по контролю и наблюдению на выборах 2022. В этом году истекают сроки полномочий депутатов ДУМ, городов Черкеска и Карачаевска, советов Абазинского муниципального района и 38 городских сельских поселений. В единый день голосования 11 сентября проведут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Общественной палатой будет вестись контроль за выборами, а также направление независимых наблюдателей. Уже общественный штаб активно включился в свою работу. Общественным штабом, во-первых, определена структура и состав тех, кто входит в общественный штаб. А в общественный штаб у нас входят эксперты, юристы, представители уполномоченного по правам человека в КЧР, члены НО, представители медиасферы, лидеры общественного мнения. Очень надеюсь, что компания будет, итогом будет достойный выбор жителей нашей республики и мы получим представительные органы с очень широким представительством. Потому что уже сейчас понятно, что очень большое количество политических партий. Дороги Карачаев-Черкесии продолжают приводить в порядок. Сейчас ведется капитальный ремонт трассы межмуниципального значения Черкесск-Хабес, а также дороги Архыз-Лунная поляна-Дука. Полностью будет заменено асфальтобетонное покрытие. Также на первом участке будут обустроены остановочные пункты и парковки, и установлено барьерное ограждение. Начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск. В настоящее время идет завоз строительных материалов. Продолжается также капитальный ремонт моста через реку Кордоник. Кроме того, в Черкесске завершены работы по проведению в нормативное состояние шести улиц. В республиканской столице сотрудники госавтоинспекции провели рейд на выявление пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. Как отмечают в ГИБДД, за последнее время произошел заметный рост количества ДТП с тяжкими последствиями. Вместе с сотрудниками полиции в рейде приняла участие наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джанкезова. За последние пять месяцев в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий. Получили ранения различной степени тяжести около 200 человек, 27 погибло. Опытные водители отмечают, что в последнее время количество экипажей ГИБДД на дорогах республики заметно прибавилось. На территории Карачаево-Черкесской республики проводятся масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пресечения нарушений правил дорожного движения. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется нарушениям, повлекшим за собой дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом и причинением тяжкого вреда здоровью людей. Хочется подчеркнуть, что все нарушения участников дорожного движения не останутся без внимания сотрудников госавтоинспекции. Помните, соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. В этот день сотрудники госавтоинспекции раздавали водителям и пешеходам еще и тематические листовки с правилами общения при столкновении с телефонными и кибермошенниками, а также при махинациях с банковскими картами. В рамках проведенных мероприятий жители республики информируем об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с банковскими картами. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий. Только за дни минувшие сутки сотрудники ГИБДД республики выявили 185 административных правонарушений, задержаны двое пьяных за рулем, составлены 8 протоколов за выезд на полосу встречного движения и 95 за тонировку стекол. Инспекторы, а вместе с ними и наша съемочная группа, еще раз настойчиво опросят. Уважаемые водители, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Мурачен Кёзов, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильные, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северный 5-10, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 18-23, выше нуля и местами до плюс 16. В Черкесии без существенных осадков, ветер северный 5-10, днем будут порывы до 14. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градусов тепла. С 18 июня в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2-96-58. Категория Наркласс. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. Гидроэнергетики Карачаево-Черкесского филиала «Росгидро» в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов выпустили в Азовскую дельту Кубани более 23 тысяч мальков, стерляди, рыбы, особо ценные породы, занесенные в Красную книгу. Это уже второй этап ежегодных компенсационных мероприятий гидроэнергетиков республики. Места зарыбления определяются заранее на основе научных данных по исследованию рек при участии специалистов Росрыболовства. Молоть краснокнижных осетровых была выращена в бассейнах местного гривенского осетрового рыбоводного завода. Экологическая ответственность – это важнейший приоритет всех компаний группы «Росгидро», которые реализуют масштабные социальные, гуманитарные, просветительские программы, акции и проекты в сфере экологии в регионах присутствия. Совместно с заповедниками «Росгидро» оборудуют туристические маршруты и экологические тропы, благоустраивают зоны отдыха, осуществляют поддержку биологического разнообразия и естественной среды обитания редких и вымирающих видов животных и растений. В Карачаевске в многофункциональном культурном центре имени Кайсына Кулеева прошел 23-й республиканский фестиваль-конкурс «Виа» вокально-эстрадных групп и солистов «Драйв», посвященный столетию со дня образования Карачао-Черкесии. Конкурс способствует выявлению и развитию творческого потенциала и поддержке молодых талантов. Участники из различных районов республики исполнили свои музыкальные композиции. На музыкальном мероприятии принял участие и Алихан Лепшоков. Шесть вокально-эстрадных групп и 38 солистов-исполнителей эстрадной песни со всех городов и районов нашей республики принимали участие в 23-м конкурсе фестиваля «Драйв». Для юных артистов это прекрасная возможность проявить свои творческие и музыкальные таланты. Открывая музыкальное мероприятие, начальник отдела культуры администрации Карачаевска Шамиль Хубиев подчеркнул, что этот традиционный конкурс позволяет совершенствовать мастерство исполнения юных артистов. Для молодых, тем более исполнителей, это такой хороший творческий этап, трамплин для повышения своих профессиональных возможностей. Желаю всем отличного выступления. Конечно, хочется, чтобы каждый фестиваль продолжал сохранять и приумножать наши народные и национальные традиции, так как это будущее нашего народа и в этом будущее нашей России. Нам отрадно видеть, что с каждым годом увеличивается количество участников. И мы надеемся, что данный фестиваль станет первой ступенью для молодых исполнителей, отмечают организаторы конкурса, представители Республиканского центра народной культуры. Это как бы им небольшой такой трамплин всем нашим и детям. У нас возраст идет детей от 9 лет и старше, то есть дальше возраст не ограничен. Но вот особенно детки, они пробуют свои силы, смотрят на других, чему-то учатся, общаются, что-то перенимают хорошее для себя. И я думаю, что в будущем они могут выйти на большую сцену, если будет дальше продолжать заниматься этим искусством. Живое исполнение и яркие номера участников. Жюри с особым вниманием сидят и отмечают каждое выступление. Ребята исполняли песни в различных жанрах с использованием музыкальных инструментов. Темная ночь разделяет любимая нас И тревожная черная степь пролебла между нами Этот фестиваль-конкурс является отличной площадкой для нас, чтобы не просто выступить, но и получить оценку от квалифицированных членов жюри, отмечают участники. Это дает, естественно, уверенность. Уже в следующий раз и с каждым раз так не боишься на сцену выйти. Это одно дело, когда за столом поем, дома поем, а когда выходишь на сцену, это совсем теряется вся уверенность. А когда часто выступаешь, это куда-то уходит. Победителей призеров отметили в номинациях солисты, группы, дебют, приз жюри и приз Республиканского центра народного творчества. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сочетание стилей, традиционного костюма и высокой моды, дефиле от будущих кутюрье в Черкесске и в Серо-Кавказской государственной академии прошла защита дипломных работ студентов факультета дизайна и лингвистики. Подробности у Али Баташева. Яркие цвета, гармоничное сочетание линий покроя создают неповторимую коллекцию одежды. Каждый наряд сделан своими руками. Дефиле, где в роли модели с грациозной походкой сами студентки в наполненном зале позволяют лучше оценить проделанную выпускницей работу. Свою коллекцию одежды автор Любовь Калашникова назвала «бунтарка». Самый волнительный момент в защите дипломной – это реакция жюри. Главное достоинство этой коллекции состоит в том, что ты предлагаешь модно, ярко, позитивно, то, в чем сейчас мы нуждаемся, оптимистично, одеть любую молодую девушку, женщину. Я уж не знаю, какого там возрастного диапазона, но любая девочка, любая девушка в этой одежде, в твоей, придуманной тобой, чувствует себя просто замечательно. Моя коллекция необычна своим названием и необычна своим стилем. Это эклектика, это современный стиль, который объединяет в себе смесь всего – фактур, ярких цветов, принтов и также смесь самих стилей. Бунтарка, потому что я сама по себе натура бунтарская. Мне хотелось показать, что бунтарь – это не только черные вещи, цепи, это также яркие, модные, интересные стили, одежда. Это чтобы подчеркивал человека индивидуальность и внутренний мир. Сила вдохновения и уважения к национальным традициям Северного Кавказа рождает новые творческие находки. Пример – коллекция «Горный цветок» студентки Мафии Гаджиевой, где подиум на время превращается в пространство для национального танца. Мафия Гаджиева из Дагестана. Она постаралась привнести в современный наряд элементы национального костюма. Уникальное сочетание серебра, белого и голубого цветов, напоминающих снежные вершины Кавказа и чистое голубое небо. Члены жюри оценили по достоинству. Я хочу сказать, что девочки, которые у нас здесь учатся, они патриотки своей родины. Они хотят именно показать свою культуру, своего народа, раскрыть и где-то привнести своего дизайнерское видение современное. Это коллекция класса Бретта-Порте с элементами этно-стиля. То есть присутствуют в коллекции монетки, это показывает нас, переносит во что-то этническое, национальное. А что тебя побудило создать именно такую коллекцию? Ну, на самом деле я сама из Дагестана и учусь здесь, и временами бывает очень скучаю по Дагестану, несмотря на то, что там очень пестрые платья. Я решила все это показать только в нежных оттенках и в нежных тканях. Наряду с дизайном костюма студенты защищали дипломные по направлению дизайн среды. Там были рассмотрены оригинальные проекты интерьера, экстерьера, ландшафта и графического дизайна. Все работы имеют практическую направленность, подчеркивают, в учебном заведении. Их реализация позволит сделать жизнь комфортнее и одеваться красивее. Али Баташев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. До встречи и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин